Дипломата. Несколько дней назад в полномочном представительстве Республики Казахстан в Российской Федерации состоялась презентация названной книги. Прошла она очень хорошо, в теплой, такой дружеской обстановке, в присутствии большого количества очень авторитетных и знающих людей. И Иудус Нуревич изъявил желание... Что подрули-то вы? Провести презентацию здания Татарского культурного центра. Наиболее, наверное, удобная для этого места библиотека. Поэтому мы сегодня здесь и собрались. Но мы все видим, что некоторые товарищи были на презентации в полномочном представительстве, но есть и новые люди. Поэтому спасибо всем, кто пришел. Но я не знаю, есть ли смысл в такой ситуации представлять Иудусу Нуревичу и говорить о его творческом пути. Наверное, все это прекрасно знают. И, наверное... Кожа, ты будешь? Да. Коротко, наверное, лучше... Шам, скажешь. Да. Мы, я интервьюс Майселф, как говорится. Поэтому, тем не менее, разрешите вас приветствовать здесь. И я не знаю, как мы будем вести. Наверное, в такой... В свободной обстановке, даже без председательствующего. И, наверное, сам ход нашей сегодняшней встречи подскажет ее течение. Поэтому я с большим удовольствием Иудусу Нуревичу предоставляю слов. Хочу просто несколько слов сказать. Вот мы с большим интересом в полномочном представительстве выслушали его путь. От того, как он рос, в какой атмосфере учился, работал. От тех интересных событий, которые были в его жизни. О их трудностях на его творческом пути. Я всегда с большим пиететом и в советское время относился к тем людям, которые могли бы написать книгу. В советское время, кроме таланта, наверное, много и не надо было этих усилий прикладывать. А в настоящее время, кроме таланта, нужны какие-то материальные возможности. И мы все очень рады, что Иудус Нуревич сумел вот эти все качества сопоставить. И в результате получилась такая замечательная книга. И поэтому, Иудус Нуревич, как раз собрались те люди, те, которым подвластно написать книгу. И вот я просто смотрю на этот письменный стол и вижу, что здесь больше половины из присутствующих – это авторы книг. И к этим людям, я повторюсь, всегда относился с большим пиететом. И поэтому давайте тогда, Иудус Нуревич, предоставим слово. И как мы с вами договорились в такой неформальной и свободной обстановке. Умар Анатольевич, спасибо большое. Умар Анатольевич у нас лет 10 является исполнительным директором этого дома. То он приходит, то уходит, но опять вернулся. Я думаю, все будет нормально. Спасибо большое. Вот то, что вы сказали, что здесь сидят люди, которые являются авторами многих книг. Вот так получилось, я сижу между двумя личностями, которые действительно являются авторами десяток книг. Один из них, мой учитель, профессор, заслуженный профессор Амгемо, это Ахтамзян. Ахтамзян Абдулхан 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 Ахтамзян. Заслуженный деятель науки. Человек, который 65 лет работает, является профессором Амгемо. Который начал свою жизнь в Москве в возрасте 14 лет с лесором Токарем. И получил награду, первую свою награду в возрасте 16 лет, по счетной грамоту, посвященную 803-ю Москве. Я горжусь, я горжусь этими людьми. У него, позвольте, позвольте, профессор, у него десятки статей, сотни статей, десятки монографий. Он является одним из крупнейших специалистов, профессором по Германии. Он блестяще знает три языка. Татарский, русский, немецкий. Пожалуй, лучше всего знает немецкий язык. Его за немца принимает, когда он бывает там. Поэтому я очень счастлив. А с левой стороны, около меня сидит, один из крупнейших современных писателей Татарстана. Это Ренат Мухаммадеев, который является главным редактором газеты «Татарский мир». Он в течение 10 лет руководил крупной писательской организацией Татарстана. И автор десяток книг. Пишет он на двух языках. На татарском, на русском. Мне кажется, я воспользуюсь только тем, говоря о книге. Это моя книга. Один предисловие написал как раз профессор Афтанзер. Пусть он несколько слов скажет критически. А что касается меня, позвольте, пожалуйста, я должен сказать о книге, начну говорить с негативной стороны. Такие толстые книги, 30 печатных листов, 540 страниц, эпоху интернета почти никто не считает. Это я понимаю. Но есть маленькие преимущества. Маленькие преимущества. Вот там 12 глав на 12 различных тем. Если человек возьмет в руки эту книгу, любой человек найдет себе что-то 30-40 страниц прочтем. Я вот скажу, поскольку я раздал уже сам. У нас сейчас какая система? Издаем книги, сами выкупаем, сами раздаем. Вот 30 штук я раздал тогда, не всем хватило, но сейчас заказал в Казани и не дошло. Скажу. Вот 12 глав. Первая глава эпизода Дипслужбы, там шести восточных странах. Вторая глава микромир и ядерная физика. Третья глава макрокосмос и астрофизика. По 10-15 статьи, в основном опубликованных независимой газетей НГНУГО. Четвертая глава триада мирового океана. Я уже 8 лет занимаюсь пропагандой науки, российской науки по мировому океану. Пятая глава управляющий мировым океаном. Шестая глава геополитическая Арктика. Пять же статьи о поликлонах, также НГНУГО. Седьмая глава глобальные изменения климата. И восьмая глава маленькая поколение миллиниумов. Несколько слов потом скажу. И девятая глава есть «Наука и религия». Десятая глава «Восток и мусульманский мир». Около 15 статей. И одиннадцатая глава «Тора Шихруль. Татарский след». И двенадцатая и последняя глава «Десят выдающихся татар XX века». «Из десяти я восемь из них знаю лично и общаюсь с ними. Один из этих десяти сидит рядом со мной. Абдулханат Рахманович Ахтадзе. Мой учитель». Вы представляете? Да, он же и предисловие написал. Вот о чем я хотел бы сказать, презентуя эту книгу. Я благодарен татарскому книжному издательству. Они после выхода три года тому назад, здесь была презентация книги «Мир вокруг нас», изданной человеком, который сидит рядом. Они взяли его и обратились ко мне опубликовать. Я согласился. Я сказал, только я добавлю несколько новых статей. Они издали за свой счет. Я благодарен, что вы нашли время, в такой момент, в такое время прийти сюда и поговорить об этом. Не столько о книге. Я хотел бы воспользоваться этой книгой, презентацией. И говорит о вас частично. Я уже начал. Вот начал с того, с профессора. Пусть он несколько слов скажет, если он захочет. Профессор. Представление книги на стыке двух тысячелетий. Событие, конечно. Событие не только для нашей татарской области, но и событие жизни, культурной жизни Татарстана. Москвы, Татарстана. И в более широком смысле среди людей, которые соприкасаются не только с поприщем, на котором провел жизнь Юлик Мариевич дипломатии, но и в современной науке. Потому что он не обозначил четко место своей работы сегодня. Институт океанографии, возглавляемый академиком Нигматуллиным. Место его работы сейчас. И многие статьи, в том числе вошедшие в эту книгу, они определились с тем, чем занимается каждый день Юлик Мариевич. Речь идет о том, что он вставляется в сферу, в которой бы, вроде бы, так сказать, обыватель подобный, так сказать, мне не может вторгаться. Макромер, гикромер, океан. Но в каждом из тем он находит существо, которое делает возможным опубликование этого. В том числе и в таком солидном и частном уровне, как независимая газета в разделе «Наука». Не только в этом разделе. На что я, прочитав книгу, честно скажу, читал выборочно, потому что некоторые темы я не мог одолеть. Наверное, громче говорите. Громче, да? Еще громче? Да. Ну, я обычно для аудитории говорю именно так, как говорю сейчас. Да, у вас аппарат, наверное... Микрофон. Очень, очень чувствительный. Микрофон по верху. Должен быть. Так, Леонид Ильич 30 лет своей жизни отдал дипломатическое... 40, 40, сэр. 40. 40 лет. И я должен сказать, что я с симпатией и сочувствием отношений к дипломатам. А перед моими глазами прошли уже сотни международников, ставших дипломатами. Не только дипломатами, но и учеными, которые исследуют международные отношения к дипломатии. И из опыта своего Ильдус Нуреевич вынес такие вопросы, и опубликовал это теперь, которые свидетельствуют о том, что эти 40 лет не напрасно проведенное время. Особенно сложна работа дипломата в восточных странах. И тут и происхождение татарское, мусульманское происхождение. Причем ислам, я понимаю, и мусульманство, главным образом, не как религию, а как культуру, как человечество и цивилизацию. И к ней мы принадлежим независимо от того, насколько истово веруем, посещаем мечети и так далее. Значит, происхождение определило, наверное, и не то, чтобы выбор профессии, а выбор начальством студента еще для изучения одного из восточных языков. Урду – основная специализация, которую получил Ильдус Нуреевич. И вот работа в шести, в семи странах Востока, восьми странах Востока, в том числе в той стране, которую он начал изучать, дала большой опыт самостоятельного осмысления этой профессии. Потому что за пять-шесть лет обучения, скажем, в высшей школе еще не становится человек, к сожалению, уже готовым международником или дипломатом. Тем начинается самостоятельное освоение этой профессии. И вот выводы, которые сделаны в этой книге по этой специальности, по дипломатии, они представляют прежде всего интерес для подготовки новых молодых международников. И в этом смысле, конечно, ни один экземпляр этой книги надо бы в библиотеку Института международных отношений направить. Сдал уже? Сдал уже, да? Давно. Да. Ну, я получил из твоих рук, поэтому не проверял там, если или нет. Значит, профессия дипломата. И об этой профессии первая глава. Вполне понятно. Но вот последующие главы, они вызывают не то, чтобы зависть, а какое-то такое, ну, преклонение, которое берется смело за темы, которые занимается мировая наука. Мировая наука и на эту тему смело публикует в независимой газете почерки в течение ряда лет. Я внимательно всегда читаю эти статьи. Они имеют огромное общечеловеческое познавательное значение. Но вершины этого вот процесса познания науки, научных знаний, с моей точки зрения, следует считать книгу о физике, пакистанском физике Абус Саляме. Два издания. Три. Три теперь уже, да? Три уже. Вот. Норвийская есть. В течение... Нобелевский лауреат. По физике. Да, Нобелевский лауреат. О Нобелевских лауреатах вообще писать очень сложно. А в данном случае о восточном человеке, с которым он лично общался, и подчеркнул очень много интересных вещей. Я подозреваю, что это было составной частью его и дипломатической деятельности, но утверждать на этот счет ничего не могу, не смею. Но знание физика, пусть не обязательно ядерщика, но физика лауреата Нобелевской премии, и затем следовательное изложение и его жизненного пути, и его научных поисков. По существу он сделал, Леонидов Норильевич сделал известным Абус Саляма, по крайней мере в нашей стране СНГ, но в странах народных, независимых государств, но и в других странах мира. Потому что не думаю, чтобы во многих странах выходили книги Абус Саляма. В самом Пакистане возможно, но в других странах, особенно в европейских, это действительно явление очень важное. Ну ладно, извините. Йолдус Холиуллин, автор, который на протяжении всей своей практической деятельности делал записи, обобщения, которые вот в последние десятилетия и в 15 лет, как бы выплеснулись и на странице прессы, газеты и газет. Особое значение, я полагаю, эта книга, и не случайно ее издали именно в Татарстане, имеет, конечно, для татарской культуры, для татарской науки. Вот, потому как, я не знаю, возможно, среди физиков, химиков, нефтяников есть выдающиеся ученые, выпустившие соответствующие книги, сейчас я их перечислять не буду, и Академия наук Татарстана не случайно почетным членом избрала Йолдус Нуреевича. Вот, это вполне естественный процесс, тем более, что Татарстан для Йолдус Нуреевича, в отличие от многих здесь присутствующих, родина в полном смысле этого слова. Родился Йолдус Нуреевич в глухой татарской деревне, в трехстах километрах от Казани, сам себя вырастил, сам себя воспитал, ну, при помощи наших родителей и родных по дому. Вот, а начиная с техникума, электрорадиотехнического техникума, а последующие службы в армии, это не всякий, так сказать, выдержал бы, так сказать, тот темп, который он выдержал. И поступление в Институт международных отношений, тогда, ну, элемент, так сказать, благоприятных обстоятельств был при поступлении, потому что тогда как раз озаботилось государство советское тем, чтобы брать на поприще международных отношений людей, у которых есть хоть какой-то жизненный опыт. И из армии с производства брали людей, ну, не обязательно уже блестяще овладевших иностранным языком, скажем. И при сдаче иностранного языка... В Сухенгот не было, на 18 человек на одно место было, наравне. Да. Вот. Язык какой? Ну, школьникам, конечно, предъявлялись большие претензии, а людям, которые прошли армейскую службу, а до этого получили уже техническую специальность, радиотехника, это, конечно, какое-то предпочтение было. Небольшое. 17 можно было баллов из 20, а школьникам 19 баллов. Да. Вот. Из четырех предметов, да? Да. Из 20. Одним словом, представляя книгу Юлузну Речи, я должен сказать, что, несомненно, вот второй титул, который присутствует в биографиях Юлузну Речи, писатель, она имеет такой широкий смысл. Я, например, историков не считаю писателями, считаю писателями тех, кто пишет художественные произведения. Писатели в собственном смысле слова. Вот. Но Юлузну Речи, как татарский писатель, мне импонирует. Я действительно сам-то несколько книг выпустил научных, но не считаю себя писателем. Пишущий историк, да. Скромно. Скромно вы о себе заявляете. Хотя я вам восхищаюсь. Да? Да. А чего? Вы прекрасно пишете. Чувствуете? Конечно, вы крупный специалист. Да, я на лист. Да. Одним словом, перед нами хороший, солидный автор, солидная книга, которая местна и в научной библиотеке, и в общественных библиотеках. И в этом кругу, в узком кругу, в общем-то, не в очень широком, я думаю, интерес должен быть проявлен хотя бы для того, чтобы считать, что, ну, не боги обжигают горшки. И каждый из сидящих не только здесь, но и в этом кругу потенциально автор, который мог бы свой жизненный опыт обобщенно издавать. Другое дело, что издательские возможности сейчас очень ограничены. И в этом смысле присутствие на нашем таком семинаре, если угодно, или на этой презентации работников, которые имеют дело с печатной продукцией, с газетами и с книгами, имеют определенный совершенно такой общественный смысл. Вот. Вот по правой руке от меня поэта сидят. Это я представлю, представлю сам. Вот давай, представляй. Да, да, да. Спасибо за прекрасные слова. Большое спасибо, Пухан Тахманович. Преувеличено все это, проще немного. Вы только закончили, что вы себя назвали. Десять монографий, сотни статей написал и не считаете себя писателем. Другой мать. Я понял. Писателем? Хорошо. Я исследователь. Исследователь писатель. Исследователь прекрасный. Поскольку вы закончили на слове писатель, я уже говорил, рядом со мной сидит Ренат Мухаммадеев писатель. Уж точно он писатель. Художественных произведений около десятки издал на русском, на татарском языке. Мы с ним сотрудничаем. Сотрудничаем в газете «Татарский мир» в течение многих лет. Он здесь является главным редактором. И очень активно занимается просветительской деятельностью. Просветительской деятельностью не только из татарской истории, но русской и других национальностей представителей публикует. И его, причем, находятся в тесной связи со знаменитым хирургом Ренатом Акчуриным, который является как бы попечителем нашей газеты. И он как раз поддерживает связи с нами, с другими. Я хотел бы вот что-то в двух-трех словах что-то сказал Ренат Софиевич. А во мне что-то может считать критически только критически. Не так, чтобы профессор, чтобы было у меня время дальше какой-то степени продвигаться. Я, Рахмат, был выступить после Абдултана Драхмановича, он так легко, он обстоятельный и фундаментальный, все говорил. Мне тоже очень приятно участвовать в презентации этой книги по 30-ти. Я не смог участвовать, был просто в зарубежной командировке в тот день. Я знаю очень давно, и познакомиться странным образом был, когда я председателем Союза писателей работал, Амир Ханю Ники, ко мне десятки раз заходил. Он тоже человек был весьма оригинальный. Пожалуй, что как писатель более талантливый его найти, изыскать сложно, это по-настоящему классик нашей литературы. И у него огромное желание было съездить в Непал. Вот, говорит, какой-то татарин меня нашел и приглашает к себе в страну. Я был тогда временным поверен в делах СССР в Непале. Да, в Непале. И с этим приглашением он приходил. И мы, по сути дела, оформили все документы. Но почему-то потом... В письмох он об этом пишет, о Вашей роде. Да, почему-то потом как-то не состоялась эта встреча. Даже не знаю по какой причине. Потому что я был и председателем Союза писателей, и в Москве депутатом работал. Видимо, весьма занят был. Но, тем не менее, вот с того дня я интересуюсь с этим уникальным моим земляком. И Йолдаза Нуревичем просто завершить разговор на землях. Потому что он так много знает и искренне любит наш народ и нашу страну, Россию в целом. И вообще границы его эрудиции неограниченные. Потому что мы, писатели, больше миром литературы живем. Вот он одинакую степень и Абдухан Абдрахмановичем может на тему истории обсуждать. Он может, я видел, и как он спорит и с Робертом Искандаревичем Нигматуллиным, на тему океанологии и другие. Также и с физиками может поспорить, и кое-кого на лопатки поставить, положить. Просто энциклопедически подготовленный человек. И очень приятно, что Йолдаза Нуревичем ваш огромный труд увидел свет в этой скромной книге. Я говорю скромной, это прекрасная книга. Я это оцениваю как бывший еще и директор этого издательства. Вот от книга издательства я свои лучшие годы, считаю, работал директором этого издательства. До Союза писателей там, кого попало или случайных книг не издает. Это и Адель Бакевич хорошо знает, и другие, кто там издавался. Действительно, это фундаментальная книга. И она одинаковой степенью для интеллигенции, для ученых и для простых считателей очень интересна. Потому что люди сейчас интересуются всем. И эрудированными людьми, образованными людьми. Общаться через его труды – это одно удовольствие в сегодняшнее время. Потому что так много пишущих тоже откуда-то берут, что-то пишут. Или за деньги за них кто-то пишет. Таких очень много. Но мы-то знаем, что вы все это через свое сердце и через свой ум десятки раз уже провели. И это настоящий ваш труд. И поздравляю всех нас, что мы сидим рядом с этим скромным, но уникальным человеком-ученым. Спасибо. Как раз здесь вы говорите, Амирхан Янекий был классиком татарской литературы по заикам. Действительно, я с ним дружил. Кстати, книга посвящена, я прочту, посвящается памяти лауреата Новосибирской премии по физике Абдуз Салама, героя моих трех документальных книг. Выдающийся деятель науки и культуры Татарстана, с которыми тесно общался на протяжении почти 20 лет. 50 лет. 50 лет. Академика Абрара Каримулина, писателя Амирхана Янекий, профессора Меркасима Усманова, а также моих родителей. Мы здесь недавно с вами провели, посвященные Меркасиму Усману в этом зале как раз провели. А что касается, Ренат упоминал о Амирхане Янеке, действительно, я его пригласил, будучи временным поверенным в делах СССР, королевство Непал, пригласил в качестве гостя, официального гостя. Он принял это и собрался. И у него не было паспорта, загранпаспорт, он оформил. Ренат оказывал как раз содействие при оформлении. И другие тоже оказывали. Собрался. Вдруг ГКЧП. Он испугался. В такой момент, говорит, я, а я там составил ему программу, десятилетнюю программу, его должны были встретиться, встретить его в соборной мечети города Катманду. А там около двух миллионов мусульман проживает в Катманду. Нет, в Непале, в Катманду несколько сот тысяч. И он должен был встретиться с премьер-министром, договорился. То есть, ну вот он немного, так сказать, написал, вы знаете, говорит, я вот собрался. Но хорошо, говорит, хоть паспорт взял, загранпаспорт, может быть, когда-нибудь куда-нибудь съезжу. Он съездил в Турцию. Ну, эти моменты есть. Я что хотел еще сказать. Здесь все мои знакомые, можно сказать, сидят. Спасибо, что они приехали. Но есть человек, который первый раз в этом здании. И он один из виновников появления этой книги. Это Андрей Геннадьевич Ваганов. Он заместитель главного редактора независимой газеты. Он создатель и бессменный ответственный редактор приложения НГНаука. Вот сотрудничество с ним в течение восьми лет, восьми лет, меня очень облагораживает. Мы с ним сотрудничаем. И здесь почти одна треть – это статьи, опубликованные НГНаука. Андрей Геннадьевич чрезвычайно интеллигентный человек по сравнению с нами. Мы эмоциональный народ, татары. Всегда с ним приятно общаться. Мы с ним обмениваемся. Как только выходит НГНаука, мы обмениваемся. Я очень благодарен за то, что Андрей Геннадьевич постоянно публикует. Вот я раздал как раз список своих статей, которые были опубликованы. Я бы хотел, чтобы Андрей Геннадьевич тоже несколько слов сказал. Какой я никудышный, так сказать, писатель, с которым вы сотрудничаете. Какой иногда настырный. Ну, в какой-то степени я проталкиваю и статьи своих сотрудников, профессоров. А у нас же в Институте океанологии, вы знаете, пять академиков и несколько сот, 150, по-моему, докторов наук по-разному. Доктор биологических, доктор геологоминерологических наук, доктор хивийских наук и несколько сот кандидатов наук. Как только они выпускают книги, 400-500 страниц, я к ним прихожу. Давайте три страница существ. К сожалению, к великому сожалению, они этого не делают. И мне Роберт как-то сказал, мой директор, да им не удается. Видимо, говорят, гуманитарии лучше пишут о науке, чем научные работники. Вот мы занимаемся этим. Вот Андрей Геннадьевич, может, несколько критических слов скажет в мой адрес, в связи с тем, что он участник этой книги. Ну, спасибо большое. Во-первых, спасибо за приглашение, Илду Снуревич. Я просто вот, я вообще люблю библиотеки. Сам собираю немножко книги, что называется, библиофил. И, конечно, вот эта обстановка на меня очень, так сказать, комфортная для меня. Спасибо большое, Илду Снуревич. Вот, и что бы я хотел сказать, ну, вы призываете критиковать прежде всего, да? Вот, ну, критика такая относительная, конечно. И вы правильно сказали, что татары, народ очень эмоциональный. Это часто в ваших текстах, которые вы присылаете мне в редакцию, видно, что вот человек загорелся, сел и тут же вот написал, написал, прислал. Приходится немножко вас утихомиривать, редактировать. Но это, я считаю, это нормальная ситуация. Это всегда лучше, чем какой-нибудь формальный текст, как отчет о проделанной работе. Ну, для газеты, по крайней мере, это никак не годится. Вот, собственно, все, на этом я критику закончил. Теперь начинаю воспоминания. Вот вы правильно сказали, 8 лет мы с вами знакомы. Я тут припомнил, как я первый раз с вами познакомился. Понадобился какой-то комментарий по... По религии. Нет, не по религии. По-моему, это было связано что-то с добычей газа с шельфа. И еще по телефону, не в личной встрече. И мы в газете переврали ваше имя и отчество, тем более. Вот, ну, другой бы человек просто, так сказать, спылил. А я, как сейчас помню, с такой иронией. Но при этом очень четко по буквам продиктовали, как надо правильно писать ваше имя. Но это вот действительно эффект телефонной связи, что ли, сработал. И с тех пор, вот, да, 8 лет мы так сотрудничаем, что я вот тут взглянул на этот список. Когда не видишь все это вместе, кажется, ну, что такое. А тут, он еще, по-моему, Юлдус Нуревич не все включил статьи. Тут около 100 статей о публикованных в независимой газете только. Это потрясающе. Я вот тут смотрю по названиям. Наследники восточной латыни. Чемпионат мира по индийской дипломатии. Свет в конце вселенной. Ну, просто вот действительно. Это такая энциклопедичность поражает. Мало того, Юлдус Нуревич, я ему очень благодарен еще за одну вещь. Он меня каким-то боком, что называется, погрузил немножко, так сказать, в татарскую культуру. В каком-то из разговоров он сказал, что... Вот, может, зашел что-то разговор о Казани во время войны и так далее. А в Казань во время войны была эвакуирована Академия наук, основная ее часть. Физические институты, как раз в Казани. Немножко там филиал Президиума Академии наук в ВЭЛ. Это был вот 1942-1943 год. И в 1943 году, оказывается, Вся страна, как тогда писали в газетах, весь СССР, с большим воодушевлением праздновал 300-летие Исаака Ньютона. И татарское издательство, так полигра... Нет, оно так и называлось, по-моему, татарское издательство. Тат-Килигория издательства. Тат-Килигория издательства. Тат-Килигория издательства называлась, да. Выпустил две совершенно замечательные книги. Одну это... До сих пор она считается лучшей книгой научной биографии Ньютона в мире. Это Сергей Иванович Вавилов, так книжка и называлась в 1943 году. Вышло первое издание в 1945-м, второе. Исаак Ньютон. И еще одна маленькая книжечка была издана, такая брошюрка прям... Казахский авиационный институт. Казахский... Да, правильно, совершенно авиационный институт. Я знал про эту книжку, но тираж 350 экземпляров, представляете, во время войны издана. Ну, как любой библиофил, вот, ну, знал и знал, вот, как звезда какая-то горит, но ее не потрогаешь. И вдруг, вот, ну, это какое-то стечение обстоятельств, вот, после того, как Илландус Нуреевич подтолкнул меня заняться этой темой, изучением, вдруг совершенно на книжном развале каком-то нахожу эту книжку в прекрасном состоянии. За 80 рублей, как сейчас помню. Это потрясающе. Просто вот, я уже стал думать, ничего себе Иландус Нуреевич. Потом ваша статья, ваша книга. Мы ее, оказывается, протащили тоже татарской науке. Да. И я очень, да, вы, и мало того, вот, в солидном издании научном татарском вышла эта моя статья, вот, о том, как Казань участвовала в этом 300-летнем юбилее, праздновании 300-летнего юбилея. И я с тех пор увлекся, сейчас у меня уже просто набрался материал на полноценную книгу уже, просто, вот, а именно вот об этом эпизоде. Он какой-то забытый, но когда только представишь, что вот Сталинградская битва идет, вот, зима 43-го года, и в это торжественное собрание. Школьники пишут сочинения. С Дальнего Востока Вавилову присылают телеграмму моряки. Сергей Иванович, срочно пришлите пять экземпляров вашей книги. Оплату гарантируем, ни о чем не беспокойтесь, пришлите только. Зачем на Дальнем Востоке морякам эта книжка про Ньютона была нужна? Зачем-то нужна была. Вот такой подъем был в стране, это какая-то вот борьба с энтропией войны, я считаю, такая интеллектуальная. Какие фотографии. Да, ну, это отдельно, я увлекся, я могу долго про этот эпизод рассказывать, не буду. Ну, кстати, вот эта работа над этой темой меня познакомила с одним замечательным исследователем татарской культуры. Петр Максимилианович Дульский, такой исследователь художественной культуры, он очень много чего сделал впервые. Он, например, написал первую в СССР книжку, посвященную детским книжкам. И замечательный художник оказался. И все это вот, я сейчас так ретроспективно гляжу, это все началось после знакомства с Юлдузом Норищем. Вся эта интересная история. Вот, ну и, может быть, закругляясь, я должен сказать, что вот еще какое, что это вообще редкое явление. Мы присутствуем с вами при редком явлении, когда гуманитарий вот так вот здорово, так плотно вторгается в физику, в естествознание. Причем это не какая-то спекуляция, каких сейчас достаточно много, а это, по крайней мере, мне на статье Юлдуза Нориевича ни разу ни один ученый не позвонил и не сказал, что что же вы там это ерунду всякую пишете про физику, я имею в виду вот эти темы, космос, микромир. Он все правильно пишет, все правильно осознает, и у него есть дар популяризаторства, это здорово, это редкое явление. Я сходу только одного могу так припомнить человека, вот немножко как бы похожий, это такой был философ Георгий Гачев, вот у него там есть такие мотивы. Но этим вот Юлдуз Нориевич занимается, вот уже повторяю, 100 статей, я просто обалдел, когда сейчас глянул. Вы издавали сами. Да, да, думаю, надо же. Ну и еще один последний эпизод, который необходимо сказать, мало того, что Юлдуз Нориевич оказался замечательным футурологом, это он в советской печати, в российской печати, наверное, первый предсказал Нобелевскую премию за открытие Бозона Хиггса. За три месяца. Да, так вот я подчеркнул, как вас теперь называть Бозон Хиггса, статья его называлась, вот, удивительная вещь, и мне приятно сотрудничать с вами, Юлдуз Нориевич, здоровья вам, творческой активности и всяческих благ. Андрей Иванович, большое спасибо. Вы за счет Ньютона говорили, а ведь я тоже от вас иногда отталкиваюсь. Помните, вы напечатали «Дети Парасельсов», ваша книга небольшая, и потом вы напечатали интересную статью о Джозефе Нитхене, или в этой книге. Как имбериолог Джозеф Нитхене, это выдающийся с мировым именем английский имбериолог. Я беру трубку у вас, я говорю, вот интересно вы прочитали. Я вам пришлю через некоторое время о том, что Джозеф Нитхен был не только имбериологом, а синологом, крупнейшим специалистом по истории науки Китая, который выпустил в возрасте 40 лет. А с ним я встретился, когда ему было уже 90 лет, в Катманду. Он летал, выступал в университете Катманду и летал как раз через Катманду в Пекин. И этот человек 40 лет начал изучать китайский язык и выпустил 20 томов по истории науки Китая. Вы представляете? И об этом отправил. Так вы же написали. Я написал, вы его напечатали. То есть какая-то взаимная творческая связь. Я выражаю огромную благодарность за это вам. Это было прекрасно. Спасибо. Вы здесь впервые. Я рад, что вы вас приняли. Ну давайте, чтобы 2-3 минуты любой человек то, что хочет сказать, скажите. Здесь нет какой-то, так сказать, последовательности. Можно нет? А, пожалуйста. А вот автор книги, вот смотрите, вы видели, нет? Я видел, видел. Да. Автор книги. Он пришел ко мне, говорит, вот рукопись. Вы не могли, вернее, он не ко мне пришел, а к академику Роберту Искандальевичу Нигматулину. Нет, наверное, все-таки к вам. Нет, нет, к нему пришли. А потом уже Роберт меня позвонил и говорит, можешь зайти. Зашел. Да, мы поговорили. А потом мы взяли рукопись, я взял. И нужно было написать предисловие. Я перестал. Через 3 дня. Хорошо. Вы все говорите за меня, что я хотел сказать. Вы все говорите за себя. Это, я хочу все-таки этого сказать, это человек исключительной мудрости. Вот писатель стал, он всю жизнь работал строителем. Дошел от мастера до главного конструктора, или главного, как вы их называете? Главный конструктор. Главный конструктор управления. Лауреат государственной премии по строительству. То есть строительство. Человек совершенно отдаленный, как бы сказать, от писательской жизни. Но всю жизнь занимался этим трудом. Это его, как сказать, очень хорошее издание, прекрасное. Мы вместе проталкивали. Многие хотели примазаться к этой книге. Сказали, нет, это ваш труд, давайте сами доведите. И он недавно в этом году съездил в Лондон и отвез свою книгу как раз в Библиотеку Великобритании. Спасибо большое. Павел Дмитриевич Беляев, необычный человек, в моем понимании. Обычно, наверное. Уважаемые друзья, замечательного чтива, я так хочу обратиться. Вот, кажется, или Чингис Айтматов, или Расул Гамзатов сказали, что кто не жил на Востоке, тот ничего не знает. Юлдус Нуревич прожил полвека в странах Азии. И там, значит, лучше я буду, чем волноваться, в ранге дипломатического посла нашей страны в Индонезии, Непале, Пакистане, в Индии, Китае и других странах. Он закончил МГИМО, дипломатическую академию, аспирантуру. И по его эрудиции знает физмат, кибернетику, биологию, космос, астрофизику, мировой океан, арксику, мусульманский мир, историю татарского следа в мировой культуре и еще много интересного и неожиданного среди выдающихся татар XX века. Только за последние 7 лет он написал больше 500 страниц вот эту книгу. Замечательная информация, энциклопедического характера, который считается на одном дыхании. Не только о вчерашнем, о сегодняшнем, но и о будущем. Я с ним познакомился действительно при окончании вот написал рукопись и тысячу страниц принес. И говорю, что посмотрите внимательно, пожалуйста, об этой книге. Через несколько дней он мне, значит, позвонил и говорит, приходите, возьмите, значит, рецензию. Когда я прочел отзыв, я был в восторге от его слов, как глубоко он увидел книгу, как правильно он оценил работу и насколько доброжелательно он отнесся ко мне. Иудус Нуреевич подарил мне свою книгу «Мир вокруг нас». И я с огромным интересом прочел ее и был восхищен его эрудицией и разносторонней осведомленностью в различных направлениях науки, естествознания, религии, восточной культуре, в человеколюбии и честности. Когда я был в Англии, в Лондоне, то я еще раз услышал и о Равеле Бухарае, и о Иудус Нуреевиче. Я очень счастлив, что я с вами знаком и желаю вам многих творческих лет жизни, работы, на радость семье и всех нас. Спасибо вам и всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Контр-адмирал, еще я не говорил, мой издатель, у него очень контр-адмирал, который служил около Новой Земли. На Новой Земле? А потом, после выхода в отставку, начал заниматься наукой, стал кандидатом технических наук, закончил, защитил докторскую диссертацию. Защищает. Защищает, защищает, готов к докторской диссертации. У него, я познакомился с ним, он помогал издавать книги, сам издавал. У него огромное издательство. Состоит издательство из трех элементов. Комната в центре Москвы, около библиотека Ленина. Компьютер великолепный. И он издатель. Из этих трех элементов мы с ним издали книгу. Книгу «Мир вокруг нас». И быстро, хорошо издали. Ну, конечно, я все расходы оплатил. Все это проще. Но я ему благодарен. Он человек интересный. Интересный. И с ним интересно общаться. Коротко, несколько слов, контр-адмирал. Потом уже пора нам расходиться. Спасибо, Илазур Ильич. Друг мой, Илазур Ильич. Я что хочу сказать. Вот, ну, тут говорили о твоей дипломатийской работе. Говорили о, ну, твоих, так сказать, заслугах. Именно вот газете, которую вы руководите. Мне очень нравится ваша газета. Знаете, я могу сказать, что это вот и Илазур Ильич, и вы, вообще-то сказать, ну, ведь сейчас практически про науки никто не пишет. Понимаете, вообще фактически сейчас вы являетесь пропагандистами научной мысли, знаний. Так, я вот как вот человек, занимаясь информационными технологиями, могу сказать, что благодаря вам, вообще-то, вот в широких слоях нашего общества живет вот эта наука знаний. Это вот, это вот ему я говорил всегда, Илазур Ильич, кроме тебя, никто сейчас ничего не пишет, ну, таким открытым, всем знакомым текстом. То есть, Илазур Ильич, он разработал как бы свой язык, свой язык. Каждая наука, она вообще-то делается именно своим науком, своим языком. И поэтому мне было Илазур Ильичу очень интересно работать над этой книгой первой. Конечно, он человек не только настырный, но он еще очень скромный, до того скромный, что пришлось вообще-то ему издать первое, вот это первое издание, чисто на свою зарплату, которую, вообще-то сказать, он там получает. Ребята мои дорогие, товарищи, это вообще-то сказать, очень одержимый человек, вот он, у меня очень, так сказать, в этом отношении тоже был, времени нет, вообще-то сказать, это все это самое, но все равно мы издали эту книгу, издали, все получилось, так сказать, я очень рад. Ну, еще вот всем огромное спасибо, знаете, вот мне тоже нравится вот эта библиотека наша скромная, она нравится, она вообще вот так красиво сделана, вообще людьми, которые любят книгу, вот наш народ любит, так это великолепно, я так понимаю, вот когда уже мне Илазур Ильич сказал, я же и на первом торжествах участвовал, так сказать, когда сказал, что это библиотека, мы будем сидеть, я обрадовался, ну, тем более, что вы будете здесь и другие вот, то есть, ну, для нас это вообще, каждая такая встреча, это праздник. Желаю вам всех поздравления этим праздником, здоровья, всего хорошего. Спасибо. Я думаю, что нам пора каким-то образом даже закруглить уже, спасибо за то, что вы сказали добрые слова, через чур много добрых слов. Здесь еще есть профессор Ахтамзян, тоже презентует гораздо более солидную штуку. Вы видите, какое может быть сравнение, хотя и то, и другое в золотом написано, но это солидно смотрит. Здесь научная школа НГМО в лицах, к 70-летию НГМО издана, и здесь написано, к 70-летию университета, под общей редакцией академика РАН Таркунова, профессора Ахтамзяна. Это практически Таркунов, конечно, под общей редакцией, а практически это создал профессор Ахтамзяна. Это пусть он сам расскажет, я впервые вижу это. Спасибо, пожалуйста, профессор, о вашей книге. Мы перешли уже к другой тематике. Не случайно я захватил с собой этот том, который Институт Международных Отношений дарит своему выпускнику. Это дар. В связи с 70-летним. Мы считаем вас, Елдус Нуреевич, выдающимся выпускником. Ой, 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 не надо, не надо. И, ну, что касается того, что я поместил, так, грубо скажу, тебя в раздел дипломаты, которые не порывали с наукой за время работы дипломатикой, таких выявить удалось 10 человек. Столько. Сегодня вот утром мне звонил посол Белоногов Александр Михайлович, которым ООН был представителем. И вообще, видны один из... В ряду этих дипломатов... Попал какой-то Холлиулин. Нет, не попал какой-то. Какой-то, правильно. Нет, Холлиулин занимает определенное свое место среди востоковедов. Вот пишущих востоковедов сравнительно немного, начиная с академика Тихвинского, Капец, Капец. Тихвинский, 95 лет, он еще жив. Да. Не давно видел. Вот в начальных, так сказать, разделах именно о них идет речь. О Тарле, который был в Казани, между прочим, в 43-м году, и там завершал свой двухтомник «Крымская война». По Тихвинскому, как я уже сказал, пять первых академиков. Тарле, Иванов, Трухановский, Тихвинский. Сейчас выпал из памяти. Крылов, наверное. Не от Крылов, не был академиком, он был одним из первых профессоров. Одним словом, речь идет о том, что сто очерков о наших выдающихся ученых. И в числе этих выдающихся ученых, у вас, Ников, Иванович, да, по моей инициативе, это я не буду скрывать, вот, прямо скажу, но это не вызвало возражений. Никаких, вот, никаких, так сказать, боев на этот счет проводить. Среди востоковедов, которые, главное, как языковеды славились, Баранов, выдающийся знак арабского, Карлан Петалович. Да, да, профессор Романов, или Усманов, татарского происхождения, тоже арабист. Одним словом, два десятка лингвистов востоковеды преимущественно хорошие знатоки языка. Баранович, как бы, оставил в стороне Урду. Да. Нет, зачем Урду? Хинди и Иванезийский. Да. Плевался. Ну, здесь вот очерк объемом десять с лишним страниц вот о творчестве научном Урду Завдовича о его книгах. Эта книга, к сожалению, не попала сюда. Но на следующий раз, когда столетие будет. Да, да, столетие, а может быть, и на 75-ю годовщину. Вот. И, может быть, придется поработать в этом смысле. Так что я вручаю. Спасибо. И, может быть, ты... Да. Спасибо. Это очень приятно. Пожалуйста. Всего из выпускников Института международных отношений... А их сколько было? Их было 32 тысячи. О, так. Больше уже теперь. Вот 32 тысячи это официально зафиксированных. Но среди них 23 академика и член-корреспондента. Так что мы с академической наукой не просто дружим, а ее подпитывали среди академиков, иноземцев, арбатов и многие другие. Туркунов нынешний. Туркунов это самый свежий новый, так сказать. Да, да, да. Я люблю. Вот. Так что поздравляю вас с выходом. Крига. Спасибо. Я благодарю за то, что вы остались верны и науке, и публицистике, и своей профессии. Спасибо. Ну, я себя не читаю, учил, хотя лекции возможно. Мы проводили семинары в Германии по истории международных отношений. Несколько семинаров, когда я учился. Он был, Абдуханат Романович, был аспирантом еще, а я был студентом. Студентом. Мы особенно не общались, разница-то есть, аспирант, учитель, студент. Ну, я должен сказать уже в порядке таком ироническом и юмористическом. В свое время о других авторах было сказано. Он вспоминать не устает, и все, что вспоминает, издает. И сочетать должны России верные сыны. Прекрасно. Конечно. Вот. Нет, это вообще было. Наряду с тем, что в свое время о корреспонденте известий был такой Скалкин. Может быть, вы кто-то старшее поколение помнят. Вот. О нем было сказано рожден не пальцем и не палкой. Корреспондент известий Скалкин. А ну его, а ту его. Катманду. Катманду его. Точно. Он встречал, да, нет, я слышал, я не застал его, не застал. Он был, по-моему, отновременно и Катманду, и Дэли отновременно был. Но я не застал его, не встречал. Но это... И до сих пор остается загадкой российской прессы. Он действительно был сыном восточного человека? Или... Не знаю, не знаю. Не знаю. Может, это было не паски. Вообще, историю российской журналистики стоило бы отдельно писать. То, что мы сейчас сделали с нашим институтом, с нашим институтским научным коллективом, получили уже некоторые отплики. Как вы понимаете, первые экземпляры пошли в администрацию, пошли не только в МИД, с высокими оценками, которые в своей речи президент на собрании высказал в наш адрес предмет гордости для нас. Так что прошу любить и жаловать. Спасибо. Пару слов. Могу сказать? Пару слов. Как бы постараться. На эту тему? Нет. Это уже вроде закрыто. Права вас. Пару слов. Давайте, не больше. Хорошо? А то уже много уже... А дама почему же сидит там вдали от нас? Посадите, пожалуйста, рядом с нами. Мы не можем. Единственная дама, красиво улыбающаяся. Писательница. 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 Представьте себя. Я вот как раз не могу о вас что-нибудь сказать. Кучуша как я тула кариба журналист 40-летнего старта. Писать. Писательница. Поехали. Хорошо. Автор нескольких сборников. Очень хороший. Спасибо. Значит, для меня, мы визуально с вами и у вас знакомы, но я не знал, вы для меня сегодня открытие. Открытие и прекрасную книгу. Судя по аннотации, которую я тут просматривал, судя по аннотации, вы специалист по науке, будущий дипломатом, специализируетесь по науке. Это очень интересное сочетание. И судя по аннотации, которая отпечатана здесь, я посмотрел, что книга действительно большой пласт вы подняли, научный пласт и на различные широкие темы. удивил то, что вы очень предан газете, одной газете независимой и настойчиво там сотрудничею. Единственное, судя по аннотации, тут, конечно, у меня некоторые вопросы возникли, возникли, вот, значит, ну, там, про миллиарды обитаемых планет, спорный я, конечно, тоже, вот. Даже поэток удивляет. Да, поэток удивляет. Вот. То, чтобы действительно вопросы Арктики поднимать, это тоже очень здорово, очень здорово, тем более, там, наши сейчас очень начинают туда вторгаться, даже войсковое соединение там специально для этого назначено. Вот. Но хотелось бы, конечно, узнать, узнать, вот, Арктика все-таки принадлежит не только России, ведь принадлежит и другим странам. Вот как они относятся к нашему, так сказать, такому активному влиянию на Арктику, активному вторжению туда. Мне кажется, наверное, это тоже у них вызывает какую-то зависть, мне кажется, у этих иностранцев. Вот. Так, просто книга ваша замечательная и вас поздравляю от всей дуны. Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что мы должны закрыть. А если мадам что-то красивое скажет, несколько слов, это будет как раз почти заключительное слово. Но если вы не скажете, лопнитесь, встаньте и лопнитесь. лопнитесь. Уважаемый Юлбус Норильевич, к сожалению, я вот пришла к кончанию вашей презентации, но в любом случае, я думаю, я, во-первых, и прочитаю вашу книгу, вот, ну и поздравляю вас с выходом в этой книге, потому что, ну, знаю, как это нелегко, во-первых, ну, быть таким кладезом, которому есть что сказать, донести людям, вот, ну, это просто дорогого стоит, потом это еще в такую вот форму все облечь доступную многим людям, поделиться как бы своим опытом, наработками, поэтому я вас просто, ну, как человек, как будущий, может быть, коллега, ну, просто как человек поздравляю, вот, поэтому спасибо за ваш труд. Спасибо, представь, представь, я думаю, что... Ну, начинающий писатель, но основная моя сфера деятельности это имидж. Имидж? Да. На кого вы создаете имидж? На окружающих? писатели в том числе, да, потому что, ну, писатели тоже люди, и они должны, помимо того, что им есть что сказать, они должны еще и нравятся окружающим и себе в том числе. Вот, поэтому, если что, очень интересный. Вы знаете, мне зовут Элен Харо, ну, это мой такой творческий псевдоним, если попроще, то и я не знаю. Прекрасный, прекрасный, я думаю, со стороны дамы, прекрасный, я ей подарю, вот этот священный Кур'ан, это, это, на мой взгляд, одну секундочку, это, священный Кур'ан, сейчас переводит, переводит на русский язык, сейчас переводит, Кур'ан очень много, переведены, около десятка книг, за последние 10-15 лет, переводов вышло, я даже видел, и мне поручили в Стамбуле перевод Кур'ана на русский язык, переведенный в Стамбуле, почему-то, на русский язык, и Баку перевели, и в других, в Москве, около полдюжины переводов, но, на мой взгляд, этот Кур'ан, священный Кур'ан, лучший перевод на русский язык этого 21-го века. Одним из редакторов, одним из редакторов, участников перевода был мой хороший друг, но и непокойный, Равиль Бухараев. Выдающийся русскоязычный татарский поэр, просветитель, он был одним из редакторов, одним из переводчиков, был человек, который скромно сидит здесь, Рустам, Рустам Бали, тоже участвовал в переводе этой книги. Мне будет приятно вручить вам. Спасибо огромное, очень тронуто. Мне будет вдвойне приятно, если вы еще свой автограф оставите. Автограф на Кур'ане никак не могу оставить. Это может Мухаммад Валиас Салам только. Может быть, на своей книге? Нет, 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 никакого права. Друзья, мы после дабы, я думаю, закончили. Мы будем без конца. Ну, контр-адмирал просит, но две минуты. Одну минуту. Одну минуту, прекрасно. Три минуты. Да, контр-адмирал. Капитан 1. Друзья, мне, конечно, оказана огромная честь присутствовать среди таких людей, как Илдуз Нареевич, Абдулханов Ахманович, Ренат Софьевич и все присутствующие здесь. Но я, вообще-то, технарь. Я закончил Казанский авиационный институт. Сейчас уже литературный институт закончил. Он скромчил. И мне приятно было услышать о том, что здесь говорили о Ньютоне, но я бы хотел в ваш адрес сказать слова величайшего физика современности Альберта Эйнштейна, который сказал, истинное счастье человек может обрести только в служении обществу. И я думаю, что вы, Илдуз Нареевич, именно обрели счастье в том, что вы служите обществу. Именно своими книгами. И вот среди присутствующих здесь мы недавно проводили вечер памяти Мусей Джалиля, здесь у нас внизу. Касим Усманова, Равиля Бухараева вместе проводили. Да, и вот я горжусь тем, что вместе с вами мы проводили вечер памяти Равиля Бухараева, Усманова и Мухамедзянова. Мухамедзянова я не был. Спасибо большое. Так вот я только хочу только сказать, что вот эти вечера они как бы вдохновляют быть патриотом. И вот на вечере Мусей Джалиля я четыре строчки прочел своих. Мне 76. Я полон воли к жизни. Есть у меня друзья в татарском русском мире. Татарин я. Я сын социализма, Советского Союза и России гражданин. Я думаю, что вот это и контрабиралов. Спасибо. Спасибо. Я в заключении вы только что говорили о Равиле Бухараеве. Я хочу сказать 16 декабря в Доме журналистов будет проходить вечер памяти Равиля Бухараева. Если кто пожелает, пожалуйста, будет презентация его книги «История российского мусульманства». Пожалуйста, кто приглашается, кто пожелает. Пожалуйста. Кто мне еще звонит? Друзья мои, я выражаю огромную благодарность за то, что вы пришли. и книга эта была была только поводом для встречи в такой дружеской обстановке. Вы знаете, цель этой книги на стыке двухтысячелетия такова. как-то заинтриговать заинтриговать тех людей, кто интересуется всем вокруг мира. Заинтриговать кто интересуется всем микромиром, макрокосмосом, наукой и обществом. если какая-то цель будет достигнута в этом направлении, я буду доволен этим. Ну, для интереса, поскольку я не смог раздать, я просто прочту, эпилог, это займет две минуты. Времена эпилог книги. Времена меняются. Меняются наши окружения. Вместо таксофонов мобильные телефоны, вместо телевизоров интернет, вместо писем Twitter и Facebook меняются города и страны. Вместо СССР 15 новых государств. Меняется даже вселенная. Ускоренно расширяется. Возможно, даже она взорвется через пару миллиардов лет. Тогда все начнется с нуля, как это было 14 миллиардов лет тому назад. Не меняются лишь сущность человека, его устремления и желания. Не исключено, что здесь речь идет о квантовом сознании и мироощущении, куда еще наука не добралась. Я приведу, здесь прямо так пишется, приведу крохотный пример из своих размышлений и мироощущений. Когда мне исполнилось 75 лет, а это было три года тому назад, я начал думать о выходе на пенсию, так сказать, об уходе на заслуженный отдых. Но возникли сомнения, и я решил поговорить по этому вопросу с нашим домашним врачом Диа и своим научным руководителем академиком Рим, Роберт Скандаровичем Нигматония. Меня приятно поразили их мудрые советы, которые полностью подтвердили мои сомнения. Доктор Вия твердо заявил, мужчина должен работать до конца. Академик Рим высказался более дипломатично. Пока ноги ходят и голова соображает, продолжай работать. Когда будет трудно передвигаться, ты сам уйдешь на покой, а когда КПД мозговой деятельности резко снизится, я тебе подскажу о необходимости покоя. Я продолжаю работать в прежнем режиме, пока разгон Российской Академии наук не коснется и моего скромного положения. У меня фактически есть своя ежемесячная рубрика в одной из престижных СМИ России в НГ наука. Отличное поле для поддержания творческой активности. Основная проблема статный образ перемещения в многолюдном общественном транспорте столицы, что отнимает почти три часа драгоценного времени туда и сюда. Пока еще и это преодолимо, ноги слушаются, могу простоять несколько часов в троллейбусе и в тесных вагонах метро, наблюдая сидящих с планшетами представителей молодого поколения, абсолютно безразличных к окружающим, которые никогда не уступят место пожилым, хотя об этом постоянно напоминает по радио. И последний абзац. Недавно мое внимание привлекли любопытные выводы исследования Всемирной организации здравоохранения относительно причин старения и безвременного ухода людей. Названы четыре основные причины курения, алкоголь, инфекции и отсутствие постоянного творческого мышления. Вот о чем я подумал в этой связи. Я никогда не курил, алкоголь меня не привлекает, правда тропические инфекции меня не миновали, но все это в прошлом. Главное окно для меня, полагаю, для многих других, сидящих тоже здесь, поддержание творческой деятельности. Безусловно, подстегивание взаимодействия миллиардов нейронов нашего мозга всячески способствует активному существованию человеческого организма. Все это во многом зависит от нашего образа жизни, в данном случае от постоянного взбодораживания невидимых и не совсем понятных для нас бесчисленных нейронов нашего главного органа. Спасибо, я передам пару книг сюда в нашу библиотеку и желающие могут прочитать. Спасибо. Мой учитель тоже просит, хотя ему подарил. Не было этого? Не было. Давайте, давайте. У меня есть 20 с лишним вариантов Корана. Это лучший вариант. Мы когда-нибудь сниси... Он считался еще в начале века лучшим переводом. Об этом я наверное напишу об истории переводов. Андрей Геннадьевич напишу в следующем году об этом переводах Корана. Надеюсь и пожалуйста это уже прошло. Я благодарю всех за присутствие. Огромное спасибо за организацию. Это была приятная встреча. Значит мы это сделали. Спасибо. Я что-то не знаю с выставки я тоже свое мнение о вас говорил. Это слишком много но он уже смех он не тут и сейчас он еще хорошо я охлажду а ваша же Венера я в интернете размещаю пусть интернеты берет или пожалуйста именно вот это Венера может пропишутся ладно он как собирает эти матери ну попробуем в принципе Венера сделать качает Венера центр это качает пожалуйста пусть сделает а то у меня там много всего поймите не обижайтесь в интернете будет как никто по первой то у меня что с каждым в одном из них написал клизм социальные предприятия Мама, вы сказал, конечно. Я сейчас умею свою работу. Так, а куда еще раздевать? Это называется исследование, контрольные исследования, ассоциальные системы. То есть всех слоев населения. Я вообще-то, сказать, ну вот. Как-то умеется. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Я постоянный читатель. Еще до того, как вы начали печатать. Ёлдозы. Вот точно я так же сказал. Правда? Да, конечно, я лет по своему разному учительству. Если у вас явится одна зажилание критически взглянуть на Горбачева. Я прочитал большой полосу. Ну, это выдержки из его книги как раз. Да, я понимаю. Ну, пытается оправдаться. Ну, он пытается оправдаться. Мы же его абсолютно... ...набокроводную ситуацию делали. И его выкидывал с Казахстиком. Кто тебя выкинул? Алкоголителю. Выкинул, вышел на глазах. Что ты сделал? Партию уничтожил. Страну уничтожил. Это и следствие его... Все. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.